Телепроекты, связанные с путешествиями по ресторанам и странам с инспекторскими целями, известны. Наш проект не несет в себе никакой рекламной нагрузки. Мы честно рассказываем вам, где мы были и что увидели. Радуемся, если видим хорошее и задаем неудобные вопросы, если действительность выглядит непрезентабельно. Сегодня проект «Улправда. ТВ. Среда» расскажет о путешествии в село Тагай Майнского района. Тагай – село, ранний город в Майнском районе Ульянской области России. Тагай был основан в середине 17 века как укрепление в составе Симбирско-Корсунской засечной черты. Сегодня Тагай – столица сельского поселения, куда входят шесть сел. Жителей в селе немногим более двух тысяч. Первое, на что жалуются жители – перебои с водой в летнее время. Если вода есть, то ее напор слишком слабый, чтобы, например, постирать автоматической стиральной машинкой. Импортная автоматика отказывается работать в условиях российской деревни. Говорить на камеру жители Тагая боятся, однако сразу указывают нам на проблемные участки. Жители села Тагай жалуются на отсутствие давления водопроводной сети. Действительно, колонки работают вот так. Они постоянно текут, а если их вдруг включить, то они просто не отключаются. Она изломалась. И она теперь же и та течет. Вот та течет колонкой. Они не могут ничего сделать. Местных коммунальщиков жители села называют водяными. То ли из-за связи с водой, то ли потому, что встретить их в жизни так же трудно, как и одноименное мифологическое существо. Раньше система водоснабжения по селу работала так. Воду накачивали вот в такие резервуары водонапорной башни, которые позволяли при отключении электричества все-таки держать напор воды в системе. Теперь эти башни отключены, а многие из них даже снесены. Поэтому, если вдруг отключают электричество, никакого водоснабжения в селе нет. Сами водопроводные сети были построены еще при СССР, поэтому износ у них огромный. Денег на реконструкцию у администрации нет, поэтому и колонок по селу становится все меньше. Способы ремонта этих общественных водозаборных пунктов впечатляют сермяжной простотой и суровостью в использовании. Ремонт колонок по Тагайске в 21 веке выглядит вот так. Колонку снимают, оставляют колодец в колодце шланг. За веревочку вытягивается шланг с краном, открывается и начинает набираться ведро воды. Кстати, вот что-то не очень течет. Вот только так. Кое-где колодцы и вовсе заваливают землей, чтобы зимой вода в них не замерзала. По словам жителей, администрация рекомендует проводить воду в дома. Однако тут подстерегает еще одна проблема. При пожаре, как говорится, все насос. Но только не те гидранты, которые действительно для этого приспособлены. Когда-то, до революции, села и города выгорали полностью, и стоило только загореться одному дому. Так сгорел Симбирск, так когда-то горел Тагай. Видимо, такая же судьба ждет село в недалеком будущем. Потому что пожарные гидранты заблокированы. Места, где гидранты не просто заблокированы, но и завалены землей, показать трудно. Там ныне растет трава, и только бегущие, казалось бы, ниоткуда, ручейки воды указывают на то, что когда-то здесь была колонка или гидрант. Эти ручейки и природа – разрушители тагайских дорог. Возведенных еще в 1987 году. И местами с тех пор ни разу не ремонтировавшихся. Областное и районное начальство въезжает с трассы и едет до центра. Поэтому и дороги сделаны от въезда и в центре. К больнице, например, даже в сухую погоду дойти сложно. А уж в дождь. Эту дорогу помнят многие знаменитости всех веков России. Здесь когда-то везли Стеньку Разина, здесь же провозили Емельяна Пугачева на казнь в Москву. Здесь шел пешком и ночевал вот в этом здании пересыльной тюрьмы когда-то великий украинский поэт Тарас Шевченко. Ныне это здание – больница, и по этой дороге сюда возят больных. Однако дорога в том же состоянии, что и была при Тарасе Шевченко, поэтому больного могут просто не довезти. Дорога была раньше трактом, по которому гоняли к местам отбытия и заключения каторжников. Программы, реализуемые ОНФ, обеспечивающие подъезды к социально значимым объектам, обошли Тагай стороной. Теперь на месте тракта улица Центральная. Ее виды весьма удручают, а окраины села еще больше. Первый выпуск программы «Среда» вышел позавчера, но уже на сегодняшний момент известно, что в Сенгилее есть письма в администрации от природоохраны и прокуратуры и закрыт городской пляж из-за антисанитарии. Сегодня мы в селе Тагай и разберемся с тагайскими проблемами. Несмотря на то, что мусорная реформа довольно успешно проходит в Майнском районе, контейнеры вывозятся в срок, стоят новые. И все благоустроено. Окраины села Тагай в печальном состоянии. В отличие от Сенгилея, где мы не раз видели вывоз бытовых отходов по посадкам, коммунальщиками и предприятиями здесь мусорят люди. Видимо, смысл и цели реформы дошли не до всех. Граждане, не нужно валить мусор по посадкам, лугам и оврагам. Его заберут и вывезут на переработку специалисты. И вы за это уже заплатили. Мы живем в сложное время, однако тагайское отношение к природе, тагайские коммунальные технологии и современное состояние дорог и улиц – образчики настоящей деградации, в то время, когда Россия и область активно развиваются. Редактор субтитров А.Семкин